МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15-летний подросток ранил ножом четверых взрослых, сообщил в своих соцсетях губернатор. Случилось это сегодня в 7.50 утра в хуторе Красный десант Неклиновского района. Подросток в маске и с ножом пытался войти в школу, его не пустили, и он нанес удары трем сотрудникам и родственнику школьника, после чего был задержан очевидцами нападения. Оказалось, это девятиклассник этой школы, страдающий психическим заболеванием. Состояние раненых легкой степени тяжести дети не пострадали. «Единая Россия» взяла 54 мандата из 60. Предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области подвел сегодня председатель обл. избиркома. По словам Андрея Бурова, явка на выборы составила 42,83%. Это, в принципе, обычная цифра для таких выборов. На прошлых в 2018-м было чуть больше – 45,4%. По партийным спискам «Единая Россия» набрала 68,28% голосов. Это семь депутатских мандатов. На втором месте КПРФ – 11,47%, два мандата. И ЛДПР с результатом 6,92% получит один мандат. Остальные партии в парламент по партийным спискам не прошли, не преодолев 5-процентный барьер. У «Справедливой России» патриоты за правду – 4,81% голосов, у «Новых людей» – 3,79%, у «Коммунистов России» – 3,27%. По одномандатным округам выборы выиграли 37 единороссов, по одному – представителю ЛДПР и «Справедливой России» и один – самовыдвиженец. Итого «Единую Россию» в ЗАГС собрания седьмого созыва представят 54 человека. КПРФ всего два, при том, что у этой партии было в прошлом созыве восемь мандатов. Два – либерал-демократа, один – «Справедливая Россия» и один – самовыдвиженец. Среди одномандатников – 8 женщин и 32 мужчины. Самому старшему – 72 года, младшему – 29. По партийным спискам личности станут известны позже. Выборы прошли спокойно. Обл. избирком, по словам председателя, получил всего 22 жалобы и 8 обращений. Все заявители получили соответствующие ответы, и ни одно заявление, обращение не требовало нашего вмешательства с точки зрения остановить избирательный процесс, отменить итоги голосования, признать бюллетени недействительными. То есть здесь были обращения, которые никаким образом не могли повлиять на волеизъявлений избирателей. Точные результаты выборов будут объявлены после заседания на этой неделе. Гонболистки Ростов-Дона играли первый домашний матч сезона с, пожалуй, самой слабой командой Суперлиги – Агуадеив. И ничего неожиданного не произошло. Уверенная разгромная победа. Стартуем 5-1 издевательской воздушкой Моногаровой-Кожакарь. И дальше только набор высоты. К перерыву преимущество вырастает до плюс 10-19-9, а во втором тайме соперницам удалось забить только на 13-й минуте, когда наши уже сделали рывок 8-0. Адыгейские девушки после перерыва смогли забросить всего 4 мяча, а у нас залетает все, что хочется. Заканчиваем эффектным броском вратаря Казьменко. Правда, этот гол судьи не засчитали, время вышло, но и без того счет впечатляет – 37-13. Сегодня собрались все и пытались сделать то, что нам нужно на будущее. Понятно, что мы не смотрели на соперника или в каких-то там сильно не готовились к ним, поэтому нам Алиса столько забила голов. Если бы мы подготовились, может, не так была шутка. Наш главный тренер шутит об Алисе Дворцевой, которая забросила половину голов своей команды – 7. Столько же у ростовчанки Кердяшевой, 6 – у другого нашего новичка Мельченко, и она признана лучшим игроком матча. Следующий матч играем в Ижевске с университетом в воскресенье. Сегодня ночью воздух остынет до 17 градусов, а во вторник на термометрах довольно комфортно и плюс 22. В целом день будет малооблачным, без осадков, влажность воздуха 60%, ветер слабый – всего 3 метра в секунду. Атмосферное давление практически в своем эталонном виде – 758 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова